Катум предстояло блестящее будущее. Его ораторство приобретало ему обширную известность, которая, давая ему изобильные средства вместе с тем, открывала дорогу и к высшим государственным должностям. И показанная сторона этой жизни не могла не увлекать юношу, тем более, что с этой жизнью неразлучны были и всякие общественные удовольствия и развлечения. Иоанн действительно со своими молодыми друзьями и товарищами посещал эти места развлечения, но тут именно его неиспорченная натура более всего и возмутилась против такой пустоты. Как адвокатство, так и эти развлечения с неотразимой очевидностью показали ему всю пустоту и ложь этой жизни. И он увидел, как далек этот действительный мир от того божественного идеала, который предносился ему. Когда он, по его собственному, любимому выражению, напоив свою душу из чистого источника священного писания, с непорочным сердцем вступал на поприще жизни. Он порешил порвать всякую связь с этим негодным миром лжи и неправды, чтобы всецело посвятить себя служению Богу. Этому благотворному порыву много посодействовал один из его ближайших друзей и сверстников по имени Василий. Когда Иоанн отдался светской общественной жизни, его друг Василий посвятил себя истинному любомудрию, то есть принял иночество. Пример истинного друга не мог не повлиять и на Иоанна, и хотя он еще в течение некоторого времени предавался житейским мечтам и увлечениям, но увиденная им оборотная сторона мирской жизни настолько поразилила его, что он стал понемногу освобождать себя от житейского бури, снова сблизился с Василием, который, не приминуя оказать на него доброе влияние, Иоанн порешил оставить этот суетный мир. Но препятствием к этому неожиданно стала твердая воля Анфусы, которая просила сына не повергать ее во второе удовство и сиротство. Отказавшись по просьбе матери от принятия монашества, святой Иоанн отнюд не отказался от своего решения посвятить жизнь свою подвигам благочестия и изучению Слова Божия. Вместе с другом своим Василием он начал посещать особую подвигательскую школу, в которой в Священном Писании преподавали очень известные и уважаемые в городе пресвятера Флавиан и Деодор. Возможно, именно через эту школу Иоанн сблизился с епископом Милетием, который привлек к себе благочестивого и одаренного юношу и совершил над ним таинство крещения. В то время Иоанну было 22 года. Крещение оказало на Иоанна глубокое воздействие. Если уже и прежде он порешил посвятить себя духовной жизнью, то теперь, приняв баню возрождения, он всей душой прилепился к подвигам благочестия и архипасты Милетием, заметив его благочестивые наклонности, возвел его в должность щица, который давал ему возможность вполне удовлетворить свою любовь к чтению Священного Писания. Чтобы все ценности заточиться на этом упражнении, Иоанн даже возложил на себя обет воздержания в слове, и недавний адвокат и оратор сделался почти молчальником. Между тем, в Антиохии опять начались осмуты. Ариане, пользуясь содействием императора Валента, вновь начали теснить православных, и архипископ Милетий сослан был в заточении. В положении православных вообще было тяжелым, а служители церкви в особенности для Иоанна прибавилось еще новое огорчение, скончалась его благочестивая мать Анфуса. Он остался один и порешил совсем покончить с этим грешным миром, исполненным всяческих смут, требований и огорчений, и удалиться в пустыню для отшельнической жизни. Его друг Василий радовался и торжествовал, и оба они старались вообще о том, чтобы как можно больше друзей и товарищей своей юности обратить к этому истинному любомудрию. Православные жители Антиохии, удивляясь подвигом молодых иноков, и собор епископа пришел к мысли о том, как хорошо было бы поставить их ближе к церкви, нуждавшиеся тогда самоотверженных пастыря. И вот пронесся слух, что составился уже план взять их обои, Иоанна и Василия, и рукоположить во епископов. Честь предстояла великая, но эта весть чрезвычайно поразила и встревожила Иоанна. Он для того и удалился в пустыню, чтобы в уединении спасать свою душу. Поэтому он решил так или иначе уклониться от этого избрания. И так как его друг оказался более склонным пред избранию Божию, то он даже нарочито посодействовал ему в этом и сам укрылся в пустыню. Василий действительно стал епископом, но когда узнал о поступке своего друга, стал седовать на него. В честь Иоанна в оправдании себе и утешении своему другу написал знаменитую книгу «Шесть слов о священстве», в которой изложил свои мысли о возвышенности и трудности пастырского служения. Эта книга навсегда сделалась необходимым руководством для всякого пастыря душ. Между тем, Иоанн, избежав епископса, еще более предался духовному подвижничеству. По своей ревности подвижничеству он готов был навсегда поселиться в пустыне, но промысл Божий судил иначе. Такому великому светильнику не надлежало быть под спудом в пустыне, в пещере, но надлежало ярко светить всем на священце церковной. Суровое подвижничество расстроило здоровье Иоанна, и он по необходимости должен был оставить пустыню и возвратиться в Антиохию. Там его с радостью встретил Боженный Милетий и посвятил его Сан-Диакона. Уклонившись ранее от высокого Сана-Епископа, Иоанн теперь смиренно принял Сан-Диакона в 380 году. С того времени начался новый период в его жизни. Пойте, пойте, миром Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохраняй, Господи.